всем привет мы едем на рыбалку сегодня у нас воскресенье мы с максом собрались вот вот мы едем за город сегодня а то все время тут по городу да по городу у нас еще конечно не совсем потеплело 20 градусов но поедем в сторону речки парана которая течет в бразилии которая здоровая такая река когда-то мы уже несколько лет назад снимали про снимали так сказать а это вот наша уже мы выехали пригород буэнос-айрус это у нас пригород это вот по намерика это называется штука автобиста панамерикана вот она сколько пять полос в одну сторону опять полос другую вот едем за тут еще довольно далеко пока кончится полностью город в общем будем едем сторону сара ты называется мостов таких здоровьями там вдоль поезда проходят и все вот туда там будем искать какие-то новые компании хотим посмотреть новые места в тех которых не были но такие же для рыбалки пока что вроде туч нету обещает градусов 20 23 посмотрим клюет не клюет не знаю потому что вода еще не прогрелась все-таки еще не началась даже официальная весна еще такого 6 число 6 6 сентября но посмотрим едем дальше пока что вот так все появляется как говорят это поля березок у нас нет так что не скажем что поля березки нет тут поля коровы бывает появляется это такое сторону провинции интервью съедим это еще провинция бауэнос-айруса но уже в сторону провинции это аграрные районы где больше такое земледелие как бы коровы там пасутся то есть равнина и поля всякие так что тут пока что ничего и меняться не будет небольшие лесочки поедем на пару большая река такая судоходная река по ней но корабликов плавает грузовых которые зерно возят и все такое который там металл и вообще много городов стоит больших вот посмотрим что там будет ловиться пока что просто показываю как у нас за аргум за боем и сайрусом дороги вот такие довольно нормальные он там села все они не богатые скажем так обычный поселок ориентинский тут вообще все зависит от провинции куда поедешь есть такие за тюканье от парижа дымит поселки а есть красивые которые там на море горах туристические там красиво здорово а здесь обычные поселки где говорят а агрокультурой занимается так что им просто живут и живут люди вот остановились вот такие места где купить всяких червяков там вот угли продают удочки такие примитивные это такое место придорожные так сказать вот купили тут не будем называть кого для клёво осталось там мало сейчас будем около реки так что поедем дальше так вот мы выезжаем на мост первый вот таких мостов два здесь потому что два рукава реки вот брасо ларго называется рука типа длинная он там сверху слева который он туда там поиск водит а здесь машины переезжают вот сейчас мы будем переезжать первый рукав парами и где-то после него будем искать как пока шо вот так поднимаешься тут все время на этот мост он там кораблики видны и потом здесь остров между этими двумя мостами не знаю сколько километров проезжаешь и там будет 2 мост когда ты тоже выезжаешь ну вот мы приехали сюда на эту пара ну сюда километров скажем так километров 100 наверно там точно не считал в общем километров 100 расстояние сюда сама река вот она он везде рыбаки кстати вот там внизу уже вижу кампин есть течение приличная на лодках плавает но сейчас где-то и здесь и мы себе кампин устроим потом несколько километров остров и такой же второй мост есть который выезд масса с острова но разливов после дождей ну из берегов слава богу не вышло но есть раз роет наверно буду шоу и строй как всегда вот хочу вам показать какие у нас эти наживка шаб до рада ловить вот смотрите это же живцы называется они как змеи не знаю буду ли я я такое в руки бою взять не то чтобы еще на крючок прицепить и кванта солима пакеты ну айки сабериста пари силу на выбора ладно поедем не буду 70 песо эта штука урана мне больше на змею так вот мы по этому мосту съехали повернули направо буду рассказывать куда мы едем может кому захочется вот первый мост проехали повернули направо там вот это место где продают червячки этих змей это у нас такие такие как бы эти наживка теперь под мост сказали направо и где-то туда в эти дебри там эти кампины уголовную сейчас поищем поедем сюда поедем под мост и по дебрям по картелям чувствуется природа уже какие-то птички там поют так кампины фуэнте нам не надо кампи ла виктория а мы когда-то туда тоже ездим ну пока сюда мы когда-то со света и с этим тоже кампинель фару и там был какой-то коктейль но успела посмотреть вот сюда написано эль фаро поедем сюда посмотрим что там сейчас если шоу вон у этих спросит кто-то еще в других не мах Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 не выдержала наша душа полчаса мы послушали эту кумбию вот это тыки 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 это музыка дуроватая это кумбия называется вот в общем послушаем эту кумбию уже и решили что не будем себе голову выбивать целый день слушая эту музыку поедем и другое место поищем потому что вот чем мне не нравится кампины близких буенос айрес вот это под провинцию там приезжает вот эти местный народ и начинает вот это с кумбей своей тыкать туки 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 так пойду открою вот цепь так что вот это называется приедешь на природу хочется в тишине послушать там птичек тут приезжает на эти местные озера как далеко там нету этого там редко лучше ну а здесь конечно да есть под боем оставишься приезжает этих села и начинает руки туки 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 голову выносят этой музыкой который врубает на всю ну кампинг такой смотрите там статьи апельсины растут о какой поросенок ну прямо зоопарк и живет она и ступень а прямо поднятый над грязью вот как здесь свиней держит он какой черный пасется в грязюке он там за этими за решетками прямо бродит так что если такие места где живут в общем мы решили не выносить себе мозг поедем поищем другой как может где-то где тишина будет и можно что-то рассказать они просто это самое это вот остров между этими мостами поедем до второго моста там написано не доезжая второго моста в сторону несколько километров еще один как может там поспокойнее будет может туда не доехали все эти а то еще как сейчас мясо готовит вино поставили сейчас они еще выпьет танцы начнут вашу не рыбалка прямо дискотека часто вот дорога такая метро 3 вот молоденькие листочки уже появляется так куда нам тут все где песка канкин туда да вот едем в этот кампинг фамильяр кейдель здесь находится написано было что метров четыреста типа и кампингу это надо смотреть как вам дачки такие как дачи они козит постоянно что они живут 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 ох какие продают рыбакам и сами продают подвешенные не говорит местное население сама продает тут так что если что можно купить без рыбы не уедем а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Это будет называться фидер, который в Аргентине не нужен. Может быть очень правильный фидер? Будет наш фидер. Начнем мы этот фидер делать таким образом. Сначала привяжем большую кормушку и выберем место, куда мы будем швырять это все хозяйство. Берем вот эти корма и напихаем сюда. Сильно не надо, чтобы лишь бы не выпали. Так, на тряпочку. Берем. Где мы будем ловить для начала? Да, вот, вот тут. Негоненько надо дрыстать, потому что будет. Очень важно. Минск. Ладно, теперь будем швырить. Попробуем сначала на червяка пошуршать. Значит, чтобы пошуршать на червяка, нам надо крючок обычный. Возьмем. 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 А нет, не на червяка. Числячка, значит, обычный крючок. Вот этот раз. Теперь смотри, какая идея. Надо и кормушка, и эта штука, да? Для этого надо зацепить такую штуку, как коромысло. Для того, чтобы оно не запутывалось между собой. Попробуем. На червяк. Для чего? Возьмем. Возьмем. Вот это не по-друге. Возьмем. Вот это будет. Возьмем. Возьмем вверх. Возьмем крючок. на короткую мы снимем кормушку отсюда эту поставим вот это прицепим сюда а кормушечку сделаем поменьше размером и такую здоровую возьмем и прицепим его отсюда таким образом сейчас у нас все станет по-другому раз вот это вот так видишь вот корм а вот червяк червяк рядом кого корма но не зацепится вишен слог получается значит цепляем червячка набиваем корму закидаем оставляем уже там лежать ждем как говорят поклевки смотрим кого мы там привлечем это все хотя начало просто живет не живет речке корма вот червяк вот это все отбываем работе надо закинуть в то место в котором не прикажется вот так вот залив правда там он пара на желающим посмотреть пара ну можно показать когда наступит весна и лето думаю что здесь будет все хорошо а сейчас вот такая у нас тут пара на он тут даже эту пару как его маяк стоит он речевой здесь мостки на которые можно пойти порыбачить я пока решил попробовать вот в этом закоулке пока еще ничего не клюну одно червячка села так как здоровый очень много людей тут приезжает машинами отдохнуть семьями сколько машин кушает как говорят это самое есть палатки ставят а есть снимает кабаня домики так что вот начинает новые листочки распускать я думаю что когда здесь распустится полностью листва на деревьях будет довольно зелено народ вот отдыхает и мячей но тут хотя бы музыки вот этой нету за которой мы уехали с прошлого кампина здесь как-то семьи более цивильных все сейчас пойдем еще на маски посмотрим как там ловят ребенок на маке уже есть там на въезде магазинчик вот лавадо де пескада написано мыть рыбу здесь вот краник с водой пресной на мостках вот так пацан ваги хотят там и ловит мазки с освещением можно ночью оставаться в этом кампине здесь можно спокойно кормушку уложить довольно здоровый кампин но это свои лодки держат мы там при въезде смотрели на местного но пацан видали что-то не скрывало какая-то это малька и запихай что-то? да, запихай да, запихай да, да да, да да, да да, да да, да да, да да да, да как вы делаете? да 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 париже коллективные такие на которых можно приготовить мясо я да 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 вот такие париже коллективные вот как аргентинский институт готовит обед можно любому подойти вот занимай свое место распаливать он там с той стороны мясо ну не буду заглядывать камерой каждому кусок его мяса но приблизительно я думаю все видно так вот такие как говорят туалетики на возвышенности народ уже с палатками пытается выезжать все забрасывает на них ты ничего не ловит ну выезжайте отдохнуть и детям показать рыбалку а не ловить конкретно также так розетки есть свет есть вот розетки на столбиках вижу если кто захочет поставить палатку можно подключаться к электричеству понятно это место не для палаток тут мокро а в принципе там начали полно этих палаток и вот розетки чтобы подключаться так что ты в полу то завязываю на вырезать как его ни у кого нет там на поплавок ловят вот по приходили куча соседей наверно все думают что сейчас клев начнется за деревья цепляет только что лодка выплывала тоже утянула почти утянула один спиннинг но тепло хорошо сидим машина перепикала так рыбы мы здесь не увидели а так как вечером максу еще на работу идти будем мы уезжать клёва никакого не было но не тоже собирается сегодня воскресенье соседи там все собираюсь там волна сюда приходил тут тоже детвора там он балуется человеку даже не ест закидывали закидывали и покупали червякова не очень народ вот провести выходные какая широкая это парана и это один рукав 2 там на первом мосту был так что это она уже так сказать это раздвоенная если еще рыба вообще было бы круто здесь чтобы быстро не ездили перри перегородили штука мешок дети ходят вот кто держит свои лодки здесь снимает такие домики приезжает на воскресенье субботу берет свои оставляет машину берет свою вот вот уезжает катается приезжает газ подключен баллоны под домиками стоят он со шторками наверное в аренду берут эти домики кто хочет там палатки дальше ставит ну для отпуска конечно вряд ли годится такой кампинг это только суббота-воскресенье провести на реке это да он куча лодок которые держат свои лодки сколько тут прицепа у лодок ладно выехали вот там видно второй мост который через этот рукав парами к нему доедем по такой дороге потом уже будет по-нормальному возвращаться в буэнос-айрес это на расстоянии где-то думаю около 100 километров может смотри нас ну не больше ну вот заканчивается этот мост второй и мы на острове теперь дорога на буэнос-айрес вот у нас такая жандармерия ездит он на мотоциклах с той стороны проверяет эти это такие как бы местные гаишники которые по дорогам ездят смотрят сколько у нас тут 120 разрешено на дорогах на этих это остров все время в буэнос-айрес снова на мост на первые от нас от буэнос-айреса только устроена буэнос-айреса там такой дым фотосарады фотоциклисты он что-то кстати горит тут у нас что-то уже подошли вот это городок сараты называется а там вот где мы были в кампинге он уже что-то подошли уже все дымит оттуда он какая баржа валит ладно за грузовиком нам не особо видно в общем тут полно тут по этой реке плавает корабли пол но все переехали почти реку сейчас будет этот пиахи пиахи там где платим за дорогу платить за проезд слегка пушки 25 песо вот так но нам дали такой чек сказали что хотится на оплату за проезд там чтобы в кампинге были и за то что мы кампинге посидели кампинг нам выдал ставим чек хорошо здесь только тут на каждом вот этом ну где платится на каждом этом пуэста скажем как она там называется пункт оплаты у каждого свои прессе цены тут 25 там сторону мардель платы в сторону океана там и по 40 есть по моему куда там гораздо дороже а в сторону там кампо примеру тут эсэйса и туда рута 3 дорога номер три там там по 15 то есть все зависит от направления где больше машин там можно больше взять значит там дороже берут туристы да вот номера бразильские впереди нас приехал полно тут со стороны бразилии парагвай эта дорога идет уругвая с моста так что тут как раз интернациональная эта дорога и много транспорта везет в аргентине платим оба сработало на талончик который нам выдали в кемпинге сработал не платили хотя бы 25 паса за проезд вот такие автобусы вас тут катаются междугородние а вот и бразильский катается он заправка обычный городок такой небольшой вот это сара ты просто тут пересечении дорог как бы вот эта дорога потом вы соединяться с другой который идет на санта-фе на те провинции а это дорога только который сына это катался это которая идет в сторону и у вас у водопадов а вот несколько километров и будет соединяться с той который идет со стороны санта-фея из всяких лапа мнение лапампа какие там еще провинции у нас той стороны есть в общем который с ментоз и идут как кориент из да вот по той стороне либо этой стороне реки в кариент из можно санта-фе попасть в сальту можно попасть токуман и так далее в общем туда в сторону чили а это дорога сейчас по которым и едем это в сторону бразилии сторону ругая и паровая вот по это за речкой с той стороны так вот так а это фабрика кстати машин раньше во всяком случае точно тут делали машины сейчас только они тут стоят не знаю то ли их собирает здесь или уже не собирает потому что многие фабрики переехали в бразилию машины которые собирают но машин тут палма площадка который слева подремонтировали эту дорогу тут еще сколько года три назад ремонт шел да не было еще нормальной дороги вот такая односторонние все время как бы явно пейли все а вот подремонтировали вот это показат теперь двухсторонние хорошие еще рыбаки какие-то возвращаются в сверху удочки привязаны и под заком вообще сейчас воскресенье после обеда уже возвращается все в том где был в буйно-сайрсе сейчас под городом будут вообще заторы это здесь еще сейчас все остальные дороги посходятся грузовики с апельсинами сзади при дороге там поселке в одном я не успел снять тоже ящики при дороге стояли с апельсинами продавали и вот грузовик тоже тянул прицепы с апельсинами сейчас еще и хватает сейчас уже сезон заканчивается но еще хватает их как раз и тут каяк везет сверху на багажнике ремонтная служба дороги уже стоит потому что этот грузовик поломался вот они уже стоят около него чтобы таскать где-то что у нас написано в буйно-сайрсе 75 километров осталось скобар 20 скобар это уже пригород так как тигр и скобар это уже пригород так что 75 наверняка это до подальше туда потому что пригород уже скобар через 20 километров начнется но макдональдс и даже за городом торчат лов как же без макдональдса пен винида автописто дель соль автописто понятно скоростная дорога дель соль солнце солнечное покажу какие у нас дороги в буйнос-айрсе заправка справа с лево бензин по 15 по 13 по 14 песо за литр зависит от марки обозначение сколько по какой полосе можно идти смотрим вот по той по которой мы идем написано 130 по другой сто там дальше девяносто минимум шестьдесят так что вот вон как у нас тут отдыхает он собрались просто село выехала себе при дороге стала смотрят поставили стульчики змеи пускают это у них как говорят это себя показать людей посмотреть он посадились пьют свои маты вдоль дороги и просто пить вот с этой стороны то есть такое вот варам и кокуда мы ездим там тоже такое мы всегда удивлялись нет еще они поставят на машинах вдоль дороги просто поставить стульчики сидят и смотрят на всех это как бы такая вот привычка есть аргентинская ветер вдоль поселка вдоль дороги по выстраивались посадились с термосом и своим матом и все смотрят на дорогу а мы на них так тут наверно рыбу ловят или чего-нибудь все поставали точно вот никаких вам кампингов маленькая речушка усеянная народом машины вот поставили пошли себе ловят рыбы не надо ездить бог знает куда платить деньги а вот приехал встал около любой речки лови себе но еще больше поймает чем и так как мы сегодня клёво даже не видали ну зато провели день за городом подышали свежим воздухом отравились кислородом теперь надо срочно вернуться в буэнос-айрес какому-нибудь автобусу подвижаться выхлопными газами чтобы голова не болела то уже можно так и отравиться кислородом во какой без крыши как это запорожье вот это мы на уровне эскобара это уже начинается пригород буэнос-айреса мы еще так туда до капиталя нам километров 50 лет вот чтоб кто там спрашивал про буэнос-айрес вот можно считать если капиталь то это одно а если грамм буэнос-айрес то это другое вот начинается как говорят грамм буэнос-айреса здесь и еще там до центра километров 50 это только с одной стороны мы заезжаем а если потом от центра в другую сторону то будет тоже самое вот настолько россиян вот это уже пригород он уже супермаркет и здоровые стоят пальмы вон люди посижали супермаркет он и озеро и пальмы то есть тут уже такое уже везде реклама начинает развешивая быть так как в октябре выборы президента 25 там по моему так уже реклама кандидатов по всем степям висит вот начинается пробки воскресенье а еще нам ехать километров 40 пробки уже начинается которая в сторону буэнос-айреса которая в сторону буэнос-айреса домики здесь неплохие если там видно вот почему пробки были это стукнулись ну вроде немного потому все замедлили езду и были такие пробки то я думаю что то рано еще как бы еще только пол шестого а уже такие пробки а это из-за этой аварии которая третьей полосе была так что мы уже тут и футбол слушали все сейчас вроде снова все поехали вот два километра следующий следующая авария тоже третьей полосе так что не ходите дядю третью полосу не знаю кто там с кем а вот стоит еще одна вот эти наверное две между собой плюхнулись плюхнулись а вот все 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 и каррифур куда уже хоть и загородом а все равно же но всевозможных магазинов ну как это не за городом это уже пригород вот такие супермаркеты с одной стороны каррифур зрои этот ягуар кипарисы у нас есть растут при дороге вон на столбах наши кандидаты то один то второй президенты везде в смысле на плакатах висят то еще кто подумает что они просто на столбах на плакатах поближе капиталью подъезжаем так здесь сколько а так просто проехали пропускают наверное потому что толпы давно машин когда у нас много машин начинает заторы быть и они открываешь ламбаум еще проехали все равно я цену посмотрел было 20 мотоцикла 7 машины слегка ушки 20 было вот так как сейчас толпы затор и они просто открываешь ламбаум и пропускает бесплатно очень ближе к капиталю тему больше пробки вот в этом месте уже соединились две дороги после вот это после этой оплаты 12 9 которые расходились вот соединились в одну и в сторону капиталя тут уже пошире стала но все равно пробки с двух дорог больше машин только приехала все еще при городе едем еще до капиталя не доехали уже едем довольно долго здесь я же выключаю включая там показать что-то ну здесь вот уже вот соединилась наша автострада такая стала но это все еще за городом смысле в пригороде не за городом вот 1805 это мы уже 30 минут в пригороде едем и еще все пока что мы в пригороде пробки немножко рассосались так что просто показывать для тех кто спрашивал насколько здоровый буэнос-айрес вот пока что 30 минут с лишним едем в пригороде когда доедут до на 1808 рассосалось движение уже можно ехать во всяком случае вон под 80 километров в час еще мы находимся в пригороде думаю отсюда еще до начала капиталя нашего капиталь федераля до столицы до центра как бы как бы думаем минут 10-15 езды нам осталось это мы прибудем приближаться до капиталь федераля который уже центр буэнос-айреса и все такое хотя от края капиталь федераля от которым сейчас будем въезжать еще до самого центра буэнос-айреса на метро еще ну так скажем если метро от самого края шло то еще 50 минут на метро надо ехать так что вот еще посчитайте это будете знать какой буэнос-айрес если от края капиталь федераля до центра еще 50 минут на метро а до него до капиталя мы вот уже едем 40 минут от начала пригорода вот здесь уже все поменялось смотрите уже прямо как центре хотя мы еще пригороде тоже оливас пригород называется здесь уже все поприличнее чем ближе к капиталю тем более цивилизованным вот уже вечереет и вот мы приближаемся к капиталю хотел показать какие как говорят уже у нас тут происходит где пригород и где капиталь вот тут эти все развязки уже и много становится всевозможных кому куда ну сейчас покажем тут будет будет такая генераль пас называется это как окружная дорога вот она разделяет идет вокруг капиталя и разделяет как пригород бюнус айреса от центрального бюнус айреса от капиталь федераля называется так вот сейчас мы пойдем на мост а под этим мостом будет это генераль пас так вот сюда поехать смотрите все теперь мы поехали по другой значит вот на мосту у нас проходит генераль пас вот это место начинается капиталь федераль буэнос айрес а вот мы въехали в капиталь федераль все мы в столице всей аргентины вот вот в Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok